Сегодня мы будем делать один из трендов лета 2015 года. Это макияж называется Brownie Eyes. Очень многие дизайнеры использовали коричневые цвета для показов в этом сезоне. Такие как Кавали, Армани, Донакаран, Жванши. И сегодня мы сделаем красивый макияж для Марины, используя разные оттенки коричневого. Я хочу вам показать сегодня новые тени компании Melt. Удивительны они тем, что упаковка совершенно волшебная, они на магнитах. Очень удобно их использовать. Ты можешь носить эти все цвета одновременно в одной палитре, так как они присоединяются и не падают, и ничего с ними не происходит. Достаточно богатая палитра у этих теней. И сегодня мы будем использовать цвет, который называется Blur и Unseen. Для основы, для базы я нанесу тени Blur. И мы начинаем работать с внутреннего уголка глаза. И наносим на подвижное веко. Как основу. Тени ложатся очень хорошо, они матовые, с высоким пигментом и прекрасно покрывают. Можете нанести их до самых бровей. Для работы я использую кисти Real Technique. Очень удобные для нанесения теней. Дальше приступаем к форме другим цветом. Я беру кисточку поменьше. Обязательно немножко цвет стряхиваем на руку, чтобы не положить темное пятно. Чем меньше, тем лучше. Добавить всегда можно. Убрать тяжело. Марине мы наносим тени в складочку, формируя таким образом как бы естественную тень. Это придает взгляду более таинственную глубину и делает любой глаз более объемным. Наносим тени вдоль роста ресниц. В данном случае этот цвет очень подходит Марине, потому что он теняет ее в загорелую кожу. Цвет очень натуральный, то есть он не идет в разрез с естественными цветами кожи, волос и глаз. Прорабатываем хорошо внешний уголок глаза, немножко вытягивая за линию роста ресниц, вытягивая к брови. Наносим тени на нижнее веко. Доль роста ресниц, примерно до серединки глаза. Мы все-таки делаем наш макияж более натуральным, не кричащим. Поэтому используем матовые текстуры. Но можно также нанести немножко теней с перламутром на середину подвижного века. В данном случае я буду использовать смешбокс. С1 это шиммеры и М это матовые текстуры. Немножко возьмем шиммера светлого, это С3. И чуть-чуть наложим его как раз в центр глаза на верхнее подвижное веко. Просто придает немного учистости. То же самое можем сделать с нижним веком, совсем чуть-чуть. Поставить две маленькие точечки. Также я нанесу немного теней с шиммером под бровь. Сделать это место более светлее и получить красивый блик при движении. Нанесение шиммера под бровьку открывает взгляд, делает его более светящимся. Немного шиммера С4 с палитры смешбокс накладываем на внутренний уголок. На нижнее и внутреннее веко мы наносим белый карандаш. Вы можете использовать не обязательно белый. Сейчас это достаточно разнообразная палитра каялов для внутреннего века. Это тельного цвета, немножко розоватого. И пройдемся и сделаем легкую подводочку кисточкой. Цвет у нас М1 смешбокс. Просто вдоль роста ресниц делаем тонкую мягкую линию. Это придаст ресничкам густоты. Не забывайте хорошо прокрасить внутренний уголок глаза. И немножечко растушу. Пройдемся по росту нижних ресниц. Только внешний уголок глаза. Совсем чуть-чуть, легонько. Наносим тушь. В данном случае у нас клиник. High Impact Nascara для объема. Прокручиваем реснички. И больше прокрашиваем у внешних уголков глаз. Наносим на нижние ресницы. Если есть необходимость, можете их расчесать после нанесения туши. Чтобы они выглядели более натурально, более пушистыми. Сегодня мы используем более светлые тона, натуральные. Карандаш Кевину Коин. Цвет Medium. Очень мягкий, приятный и подходит практически всем. Чуть-чуть выступаем за линию губ, делая их соблазнительными. Мы сегодня используем кремообразную помаду, поэтому, чтобы она не растекалась, мы закрашиваем губки карандашиком, делая таким образом основу. Сегодня мы используем для макияжа губ палитру от Louise Young. И в нашем случае мы будем делать цвет Nude. Цвет называется Sandstorm. Она кремообразная, поэтому лучше ее наносить на карандаш, чтобы она у нас не растеклась никуда. Мама-то это хорошо увлажняет губы и имеет натуральный блеск. Без перламутров. Губки выглядят свежими и ухоженными. В завершении наносим румяна Ben A. В данном случае я буду использовать цвет Vintage Rose. Если Марина улыбнется, вы сразу увидите, куда накладывать румяну. На яблочко и ведем к виску. В итоге будем как винтажная роза. Продолжение следует...